Ваша птица, индюки ваши сидят как в тюрьме, а в четырех стенах там. Я считаю, будет оптимальным решением. Ну вот вроде бы поговорили по всем вопросам, которые вы задавали нам. В конце ролика будет извешивание. Тоже тогда мы выращиваем в ЛПХ. Какая птица вырастает в хозяйствах, которые кормят свою птицу? Камби, корма, ми. Сколько в ней химии? Да, сколько в ней химии, что в ней остается, какие вещества они выводятся из этой птицы. Друзья, всем привет! Время летит. Нашим индюкам уже 5 месяцев, 5 месяцев и 2 дня, если быть точным. Вот такие красавцы. Осталось всего лишь 14 штучек. Остальных убрали из 60, если помните. 8 осталось здесь, в этом загоне на Южной Короне. 4 остались у нас Пуриновские. И 2 индюка хайбрида на выгуле с породной индейкой. Ну, породная индейка это полное недоразумение. Ну, просто смешного размера. О ней мы потом отдельно поговорим. Так, значит, смотрите, 5 месяцев. С 4 где-то месяцев, чуть-чуть, наверное, с 4 месяцев и 3-4 дня еще, они у нас кушали индюшиный финиш. После этого закончился корм индюшиной, и перешли они у нас на простой финиш бройлерный от Южной Короны. Точно так же поступили с той индейкой, которая Пуриновская. Только там корма хватило на пару дней, наверное, подольше индюшиного. А дальше уже финиш от Пурины. Бройлерный финиш от Пурины. Бройлерный, да, финиш от Пурины. Значит, что сказать. Веса вот такие. Веса в 4,5 месяца вы могли видеть в видео о забое. Ссылочка вот здесь и в описании под роликом. Если не смотрели, посмотрите. Сейчас веса, я так думаю, что если в живом весе рассматривать, то где-то, наверное, 23-24 килограмма около этого ориентировочно. В этом ролике будет взвешивание в 5 месяцев. У нас забой через 2 дня. То есть в 5 месяцев и 4 дня будет взвешивание. Посмотрите, сколько они весят уже в готовой тушке. Так, что рассказать по пропойкам? Значит, пропойка последняя, как и я говорил, была у нас в 3 месяца. Да, последняя в 3 месяца. Больше после этого ничего я им не давал, кроме единола. Единол по стандартной схеме 2-3 раза в неделю они пили. Корм, вода. Все. Их стало меньше, стало гораздо проще. Уборка пометая реже. Я вот сейчас даже, видите, не подсыпал опилки. Додержу их вот до забоя, уже вот на такой подстилке. Вот. Значит, так, корм я сказал. Что еще? Ну все, в принципе, вот так они обитают у нас. Никто, слава богу, не погиб. Все на месте. По весам, смотрите, какая ситуация. В 4,5 месяца веса приблизительно сравнялись. То есть, что южная корона, что пурина. Получается, пурина подтянулась у нас в некоторой степени. И веса приблизительно одинаковые. Хайбрид, биг, разницы большой не видим. Ну, можно сказать, никакой. Но об этом мы отдельно потом поговорим как-нибудь. Нужно все считать. Да, нужно все считать и сравнивать. Будет у нас сравнение весов всех 60 штук, да, как обещали. Там посмотрим, попробуем посчитать их себестоимость, расход корма и так далее. Это все попробуем сделать. Так, друзья, по поводу кормления профилактических пропоек. Мы сейчас выйдем на улицу и поговорим. Ответим на вопросы, которые вы задавали в комментариях. Так что досмотрите ролик до конца. Чего у тебя здесь накапало-то, а, на соплю? Слюни пускаешь, что ли? А тут от удовольствия нет. Вот у него из клюва. Пил? Вода пил, наверное, да. А в конце уже видео, в самом конце, мы покажем вам веса этой индейки уже в виде тушек. Смотри, у каждого индюка по одной мухе на голове. А, точно, да. Нет, у того нет. У него есть. Есть? Просто ты не видишь. Одна муха, одна муха. У каждого, что ли, здесь своя муха, я не понимаю? Угу. Как Бузька говорит, закурнойська. Слышишь, как это делается вот так? Вась, закурнойсь, закурнойсь. Вот, смотри, наел-то, забище-то какой. Забище-то, наел какой. Ох, страшно, страшно, боюсь. В той теплице пуриновской мы оставили одну самку, посмотреть, ну так, ради прикола, что там будет получаться. Она занеслась, у нас сейчас маленькое яичко. Если у нас будет возможность, тут много разных моментов, попробуем собрать яйцо на инкубацию. Ну, ради прикола, ради прикола заложить и посмотреть, что получится. Если получится. Скажи-ка, мы не рекомендуем же так делать, оставлять индюшек? Мы индюшек уже писали, говорили в ролике про забой, что в 4 месяца убираем. Во-первых, они расти перестают уже так интенсивно. Посмотрите по таблице приростов. Ну, до 4,5 край, вот наше мнение. Ну, там сами смотрите. Вот. И чтобы самцы не дрались, мы убираем сначала самок. Но я и говорю, я уже говорил, что это вас не гарантирует от прекращения драк. Все равно, если есть какая-то осыпь послабее, ее выберут в виде жертвы. И она будет расклеванная, тушка будет испорченная. Если вот вы видите, что начинают они по голове долбить, ну, практически процентов 90, что когда вы ее потом забьете, эту тушку, и ощипите, вся спина будет в разрывах. Истоптана. Да, они прям ходят по ним, по этим жертвам. Залезают на них и топчут. Вот. Это касаемо самок. Ну, одну самку мы настали ради прикола, ради интереса. Ну, ты согласен, что мы рискуем? Конечно, но мы рискуем ради эксперимента. Мы рискуем ради эксперимента, чтобы посмотреть, что вообще от нее останется, грубо говоря. И если останется, собрать яйца и заложить в инкубатор. Хотя, конечно, это все ерунда, глупости. Не, держать родительское стадо такой индейки, учитывая, сколько она жрет, для того, чтобы собрать одно яйцо в неделю, там, сколько там, в три дня, ну, это надо быть одаренным человеком. Но мы же знаем таких одаренных человек. Не, ну, таких, да, мы знаем. Так. Я от себя можно кое-что добавить? Я хотел еще, касаемо вот инвентаря и вот этого загона. Смотрите, буду переделывать здесь кое-что. Вот. Ой. По поводу, вот поилки такой, да, по поводу вот этих. Вот этих вот используемых кормушек в виде цветочных горшков, там, или как это называется, лотки для цветов, в общем, что это такое. Мне писали, что это все ерунда, несерьезно, купи бункерную кормушку, все. Ребят, вообще супер себя показали. Я не нарадуюсь. В минимальный раз был. Фронт кормления, как бы, да, хоть какой-то, да. Вот эта поилка, смотрите, все сухо, ничего не проливается. Я использовал вакуумные поилки, большие. Вакуумные. В прошлом году для индюков, это просто ужас, я намучился. Они все время текут, это кошмар. Вот, отличное решение. Два баллона и большое корыто. Здесь, в принципе, все тоже показалось достойно. Единственное, что здесь буду переделывать, там уже куча песка, 10 кубов песка лежит. Здесь буду заливать бетонную стяжку, потому что для них такой пол, я считаю, будет оптимальным решением. Не дерево никакое, там, вечно пачкающиеся, гниющие, а вот так, чтобы сделать один раз и забыть бетонную стяжку. Здесь забабахаем. Холодно им не будет, потому что это вольер летнего содержания. Ну, в любом случае, даже если в межсезонье, здесь будет подстилка, определенный слой, лампа. Ну, в общем, утеплять ничего не буду. По бюджетненькому сделаю просто стяжечку и все. Предварительно посыпка песчаная будет, естественно. Вот это все будет убираться. Да, они роют, ковыряют. В желудках камней немерено. Я не знаю, тут они вот прям природно ископаемого добывают, можно сказать. Откуда они берут эти камни-то? Из стекла берутся. Из асфальта, видимо, был, да, когда-то. И вот они, смотрите, просто его раздолбили, как отбойными молотками. Да. Но они мощные, конечно. Да, но бетон они не возьмут. Я сделаю марку приличную, чтобы клювы сточили, замучили склевать. Кстати, это тоже им надо, клювы сточивать. Да. Я хотела знать, что добавить. Что если у вас вдруг, ребята, расклевали в башку кому-то, ну раз вот разбили ее. Я так парочку-тройку индюков точно спасла. Вы сеткой отгораживаете угол, мажьте голову им, чем вы хотите, тем и мажьте. Дег, тем там, я не знаю, хоть йодом все равно. И не убирайте индюка совсем, а оставляйте его в зоне видимости. Поставили паилочку-кормушечку, буквально день-два у него голова зарастает, и потом снова убираете сетку, и он у вас в родительском стадии в этом же... Ой, в родительском. Мы поговорим... В общем, стадии, в общем, может существовать. Мы поговорим отдельно, наверное, как мы видим, правильное содержание индюков на данный момент, после двух сезонов, вот именно вот этой вот индейки бройлерной. На часть вопросов ответим сегодня. А по помещениям и по вообще общим моментам мы поговорим, наверное, уже зимой, когда будет время отдельно об этом. Что-то хотел сказать и забыл. Я перебила? Ну, ладно. Все, в общем, дальше ответ на вопросы и в конце взвешивание. Так, ну какие предварительные итоги мы можем подвести? В этом году выращивать на специализированных кормах для индейки нам понравилось больше. Это гораздо эффективнее, чем на свином том же комбикорме, как в прошлом году мы делали. Веса вы видите. Результат видите. Да, по поводу рекомендаций по пропойкам, вот нас постоянно спрашивают в комментариях. Рекомендовать что-либо мы не беремся, свое мнение можем высказать. Оно заключается в чем? Мы все-таки считаем, что профилактические пропойки, вот в виде трех пропоек по пять дней, до последней была в три месяца. Это, в этом нет ничего плохого, ничего страшного. Это тот минимум, который обезопасит вашу птицу от состояния болезненного, от того, что дальше гистомоноз будет раз за разом преследовать вашу птицу, и чем дольше вы будете содержать птицу, тем более плохой эпидемиологический фон будет в вашем хозяйстве. То есть, если их пять штук там на гектар, то, конечно же, может быть, они и не склюют свой больной помет этого года, в следующем году. Но если у вас территория одна и та же, вы должны прекрасно понимать, что эпидемиологический фон ухудшается с каждым годом. Особенно, если птица переболевает каким-то заболеванием и переносит его снова же и снова же в ваше хозяйство, занося откуда извне. Понимаете? Ну и выбор, безусловно, за каждым. Хотите ли вы, чтобы ваша птичка была здоровой, и все питательные вещества, которые вы ей даете, усваивались правильно и складывались в отличное качество мяса, в итоге получаемое, Ну или вы хотите, чтобы ваша птица постоянно сралась, постоянно у нее был какой-то непонятный помет, она была грустная и с риском для ее жизни. В общем, гистомонос это объективный риск для жизни индюков. Да, мы не потеряли никого из этой партии этого года. Не знаем, из-за того, что мы делали профилактические пропойки или просто у нас фон эпидемиологический еще позволяет выращивать без потери птицу, сложно сказать. Но в любом случае, есть примеры, вот нашего индюшонка покупали другие люди, которые в этом году, у которых были потери. Причем вот у одного человека в трехмесячном возрасте начала падать птица, там две или три особи он потерял, позвонил нас, спросил, что делать. Мы порекомендовали метроиндозолом пропоить, причем я давал ему лечебную и профилактическую дозу. Он пропоил профилактической, и уже на третий день у него прекратился падеж, птица стала опять бодро и веселой, начала есть, и тем самым он остановил вот эту ситуацию, вышел из нее. Хотя до этого был сторонником неиспользования пропоек, в том году выращивал не нашу птицу, тоже кроссовую, у нее больше половины погибло. Но он все равно упирался, говорил, что ничего, я буду растить на выгуле, как деревенскую вот эту вот индейку, и все, типа, все получится. Но вот в этом году он пересмотрел несколько своих взглядов. И еще раз, смотрите, давая профилактические пропойки в раннем возрасте, вы подстраховываете себя тем, что вам придется давать уже лечебную пропойку где-нибудь в предзабойном возрасте, когда птица заболеет. В 4 месяца. Да, вот в 4 месяца у вас раз, начало падать партия от гистомоноза, и вы уже там другие дозировки будете применять этих препаратов. И все равно будете. И перед забоем, да, и перед забоем, получается, и здесь уже вопрос встает, что вы с этой птицей будете делать, ее забивать надо, вы будете ждать еще там месяц, грубо говоря, для выхода этих препаратов. Или продавать будете уже эту птицу. Тут зависит уже от совести заводчика, от совести фермера. Вот, так что здесь о двух концах палка. Почему мы не можем рекомендовать вам не пользоваться пропойками? Не только потому, что мы сами, да, допустим, ими пользуемся. Возможно, что мы вырастили бы птицу без пропойков абсолютно. Возможно. Первый-то уж раз точно выгодно. Так вот, смотрите, на примере того же нашего приятеля, который купил у нас индейку, и вот так вот у него ситуация получилась. Если в первый год у него есть падеж от гистомоноза, то это значит, птица к нему в хозяйство уже принесла гистомонад со своим пометом. Она же, ну, естественным образом его там роняла в своем же хозяйстве. Ждать, что второй год у него не будет гистомоноза практически, ну, это очень маленькая вероятность. Он не послушал, получилось то же самое, слава богу, вовремя смогли остановить. Гистомоноз – коварная вещь, она может за одну ночь срубить у вас всю партию. Вы даже мяу не успеете сказать, как вы будете оттаскивать только тушки, трупы, блин. Ну, всю за одну ночь ты преувеличиваешь. Сквак заболеет, ты знаешь. Но если халата отнестись к этой проблеме, то в течение какого-то возраста может, да, времени. Поймите, что вы можете потерять птицу, не предвещавшую падежа. То есть она не будет у вас грустить очень сильно, там, 10 дней. Нет, гистомоноз работает очень быстренько по птичке, к сожалению. И вы ничего не сможете, не успеете просто. Ну, ладно, по пропойке мы сказали, да, еще спрашивали нас по корму. По корму мы, еще раз повторю, посчитаем все в итоге, да, сравним с кормлением свиным, как в прошлом году. Но очевидно, что индюшином кормить эффективнее. Ребят, как-нибудь кормом вы не кормили, индюшином или свиным, вы должны быть уверены, ну, как минимум, пока на уровне того, как вы можете быть уверены в его частоте. Свиной комбикорм, он тоже зачастую содержит очень много неприятных препаратов. Помимо того, что на нем получается растить индейку дольше по времени, соответственно, съест ваша птица при определенном выходе мяса, приравненном, больше. А едят они сейчас, будьте здрасте, каждый день им отцепаешь, 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 безумно. Ну, сейчас мало осталось, сейчас попуще. Сейчас мало осталось, но если бы мы кормили свиным, мы бы не получили такие веса в этом возрасте. Это уже факт, потому что у нас есть видео, смотрите на канале о том, как мы кормили индейку, и о том, как взвешивали. Так что думайте, заметите, сколько у вас взрослая птица сожрет. Есть таблица, можете посчитать. Вот, и, ну, как всегда вы хотите, наверное, чтобы посчитала я. Возможно, мы так и сделаем. Зимой, когда будет посвободнее время, мы с вами теперь уже, на собственном опыте, можем посмотреть, сколько съела индейка прошлогодняя, все записи есть, свиного корма и сколько в итоге мяса получилось. Еще такой момент немаловажный, значит, по поводу экологической чистоты мяса. Конечно же, нужно быть уверенным в составе корма, что там нет ничего... Противозаконного. ...ненужного вам, да. Ну, если даже и есть, многим все равно и без разницы. Но то, какое мясо у вас получилось, да, в итоге, есть ли там остатки метронидозола, есть ли там антибиотики из корма, это может показать только анализ. Так вот просто говорить, что я вот ращу на травке и кормлю свиным комбикормом, у меня чистое мясо, это глупости. Вы же ведь не знаете, по большому счету, состава комбикорма, и на анализ птицу свою не сдавали. Так что вот после этого только можно говорить. И на секундочку, вы даже не знаете, какое зерно, если вы на зерне кормите, что в этом зерне, чем оно обработано. Мы об этом много раз говорили. И так далее. Вы даже, кормя зерном, не можете говорить, что вы кормите более чистым продуктом свою птицу, чем комбикорм. Да? Заводы тестируют входящее зерно хоть как-то, но будем на это надеяться. Вы же не имеете возможности протестировать зерно, которое купили участников там где-то там или в магазине даже. Что это за зерно? Есть у нас инсайдерская информация, что, ну, вы сами люди же адекватные понимаете, что то, что не принял комбикормовый завод, да, сделав там какие-то исследования лабораторные, куда отправляют? Наверное, в басы. Да, наверное, в овраг высыпают, да? Ну, конечно же, нет. Конечно же, это все появляется вот в этих вот магазинах розничной продажи корма для животных. Они по дешевке купили, вам продают. Сами покатайтесь, посмотрите вот по нашему даже региону. Зерна нормального не купишь, даже на крупной хлебной базе. Уже пшеница черная, протравленная, не поймешь, на что похожая, но... Бывает такая, бывает получше. Да. А даже в получше, вы видите зерно, вы же не знаете, чем его обрызгали для того, чтобы там крысы не ели условно. Так что это все вопрос философский. Да, и он очень долгий, как всегда. Мы о чем на канале и говорим, в принципе, раз за разом. Когда вы задаете вопрос, там, чем кормить индейку, нельзя ответить на этот вопрос однозначно. Каждый из вас имеет определенные условия, да, жизненные. У кого-то рядом хороший комбикормовый завод, где вы свежак можете покупать постоянно. У кого-то дядя Вася там тырит зерно на какое-нибудь зернохранилище. Кто-то сам зерно выращивает и отвечает за его качество. Понимаете, все по-разному, никак нельзя сказать. Если у вас в доступе хороший свиной комбикорм, можно кормить свиным комбикормом и не париться, но ваша индейка не наберет максимально предельных весов, которые заложены генетически в этой птице. То есть она у вас сработает не на 100%. Почему? Не потому, что там индюшины с гормоном роста, и с какими-то там чудесными веществами. Нет, потому что индюшинный корм сбалансирован по-другому. Там другой состав, там другой процент белка, углеводов, аминокислот. То, что нужно индейке. То, что нужно свинье, немного отличается. Но свинье в свином комбикорме при его стоимости, я предполагаю, что больше половины это отруби, наверное, просто. Ну, потому что он дешевый. В свином комбикорме, наверное, нет столько кальция добавок, что очень нужно лапам. То есть мы должны уметь сбалансировать эти вещи. А индейка кроссовая, она, ну, заботимся о костях отдельно. Всегда и постоянно. Даже на индюшинном комбикорме приходится постоянно что-то добавлять. Там мело, там ракушки, всего остального. Да, кальция нужно дополнительно. Вот. Ладно, это мы вопрос решили. Теперь еще был их комментарий по поводу вкуса мяса. Вот мы как раз постараемся оставить индейку разную, выгульную, южнокороновскую и пуриновскую. Если нас клиенты не отнимут. Да, и сравнить, потому что мы предполагаем, что выгульная птица за счет того, что двигается больше, вот она ходит, да, бегает, крыльями машет. Во-первых, опасно, что у нее будет некроз тканей. Об этом я сняла уже видео, мне надо его смонтировать, все сделать для вас отдельно. То есть это не просто, а был, да, некроз на чем-то? Или это на броне? Не на индейке. Пока на индейке я не встречала. Не встречала, да? Но есть такая вероятность и такая возможность. Мы с вами разберем, от чего он бывает, почему и как. И думаем, что мясо выгульной птицы будет более жесткой, потому что она больше двигается. Ну, это логично. То есть, грубо говоря, это ходящий в спортзал, особь такая, которая мышцами работает больше, чем та, которая в закрытой территории. Ну да, а кто ходит в спортзал, у них обычно плотнее мышцы. Ну, я не ел их, но... Ну, следит так. Ну да. Вот, значит, что еще, какой момент, спрашивали? Ваша птица, индюки ваши сидят как в тюрьме, в четырех стенах там. Ага. Ну, им вообще положен, конечно, по правилам выращивания аттракционы. Каждый день желательно. Аквапарк раз в неделю хотя бы. Американские горки там как минимум прописаны. Вот, поэтому, в принципе, конечно же, мы изверги. Что там говорить? Мы не павлинов держим, не канарейку в клетке в квартире, да, понятно, мы выращиваем еду, поэтому есть... Да, рожденная в клетке в квартире, для нее это будет предел мечтаний, и она никаких не будет чувствовать ущемлений от того, что она в клетке. Выпусти ее в лес, что с ней будет? Да. Ее ворона тюрьме раздохнет. Вот так же и надо относиться к бройлерной индейке. Это еда, которую выращивают, ну, стараются выращивать наиболее эффективным методом, не в ущерб самой птице. Да. А в ущерб... Никто не говорит о том, чтобы, да, их запереть. Да. Плотникомы, чтобы они там, не знаю, задыхались. Да, у них солнечный свет, есть трава, батарейка села на камере. О чем мы там говорили? Об условиях содержания индейки. Ну, мы считаем, что условия содержания индейки у нас более чем приемлемы, даже они великолепны. Трава, вода, корм хороший, качественный, им тепло, сухо. Я считаю, что это все, что нужно птице. Да. Поговорили по основным вопросам, которые у вас возникают по поводу содержания индейки. Надеюсь, что мы смогли вам чем-то помочь, что-то для себя, какой-то путь выращивания птицы выбрать. Неспроста. Мы держим индейку тремя разными способами, на двух разных кормах и на выгольно. Вот. Поэтому, надеюсь, как всегда, мы были вам полезны. Пишите комментарии. В комментариях вы можете указать, какой еще вопрос вас интересует, какой нам стоит озвучить для вас подробно, отдельно. Осветить. Осветить. Освучить. Озвучить неправильное слово. Да? В данном контексте, да. Ну, ладно. Хорошо. Осветить. Вот. И, значит, есть у меня еще одно сообщение, так скажем, спойлер будущих видео. Я думаю, что это будет серия видео, да? Да. О том, какая птица вырастает в хозяйствах, которые кормят свою птицу комбикормами. Сколько в ней химии. Да, сколько в ней химии, что в ней остается, какие вещества они выводятся из этой птицы и какие лекарственные препараты остаются после каких пропоек. Ну, мы поговорим только, когда сами будем знать результат. Правильно? Конечно. И? Ну, это будет 50 тысячам. Это будет небольшой. Или даже это будет 50 тысяч. Да. Вот 50 тысяч первый подписчик как раз даст нам возможность выпустить это видео и поздравить всех нас с тем, что у нас стало полсотинки. Круглая дата. Так как это результаты, так скажем, и материал для этих видео нам стоит достаточно дорого в финансовом смысле тоже в том числе. Ну и работа предстоит достаточно большая с этими видео для вас. Но зато мы с вами абсолютно четко и доказательно, что самое главное, будем знать, какое мясо мы с вами выращиваем. Это Биг-6. Загон южной короны. Самец. 24. Ну, ровно. Ну, 24, да. Так. У тебя во лбу звезда горит. По нулям. Я не выключил, что ли? Нет, ты выключил, но она есть. Тазик готов. Сейчас, секунду. Обнуляем. Так, 10 сразу наберу, да, цену, чтобы типа как видно было. Да, по нулям. Ой, тетрадь моя. Так, потрошение. Потрошенная тушка, да? Да, Биг-6, южная корона, 5 месяцев, 5 дней, самец. Загон. Загон. То есть южная корона, я сказал, да? Да, но южная корона у нас есть еще выгол. 20-700. Ну так. Это что, получается? 3 килограмма, 300 грамм, да, минусом? Да. Ушло на потроха, на голову, на лапу, да? На перо. Так, хайбрид, загон, южная корона, самец. 5 месяцев, 5 дней. Мы идем на ступеньку, потому что высоты не хватает. Блин. Ну тяжелый. Так. Ноль. Смотри. На ступеньке он. Вот так. 25, и 5 пусть будет. О! Так, тару по нулям. Тихо, аккуратно. Еще. 22, 470. Так, это хайбрид, да? Хайбрид, загон. Господи, где они тут? Вот они. Нужная корона. Да, это хайбрид конвертер, загон. Все верно. Сколько еще раз? 20? 22, 470. 470, есть. Биг 6, самец, теплица, то бишь пурины. 5 месяцев, 5 дней. Так, стоять. Висит? Да. 23,5 пусть будет. Я говорю в меньшую сторону, на самом деле там плавают. Видите, вес, возможно, чуть тяжелее, но нам не жалко. Пускай минус будет. По нулям. Биг 6, теплица, пурина, самец. Потрошенная. Так, 2540. Так, последняя на сегодня индейка, это конвертер, теплица, то есть пурина, 5 месяцев, 5 дней, самец. Каждый день выходит, что у нас есть. Боих, по-моему, у нас есть. Боих, по-моему, у нас есть. Боих, по-моему, у нас есть. и 7 тара по нулям на сегодня это последняя потрошенная хайбрид конвертер теплица 19 875 друзья забыли поговорить о таблице вот у нас индюк сегодня уже пять месяцев и семь дней это следующие там через день мы забиваем еще индюка ему 5 и 7 значит в живом весе удалось его взвесить но как живом без крови я не знаю сколько там крови будет весить а мы кровь у нас компенсируется весом мешка вот так мы в мешке его взвешивали так что вот этот индюк 25 килограмм можно сказать живого веса так это хайбрид конвертер самец 5 месяцев и 7 дней загон южная корона слушай может мне на эту стать на эту высокую что-то а я вообще не смогу с ней без него по нулям ты будешь показать на ну я показал всем нам не показывал вы видели что он по 0 блин давай 25 я виноград просто подъедаю хожу локтем раздавил 25 рога же виноград красота вкусная короче но ведь я уже купила и показываешь как свой из теплицы виктор подобрал сахара нормально стал такой сладенький приятный смотрите какой крупный по таблице что мы видим 22 22 недели вес 2324 у нас получается 22 с половиной недели мы сейчас на калькуляторе высчитали прям четко чтобы назад получилась конкретно точная цифра по его времени выращивания получилось 22 с половиной недели так что в принципе смотрите что получается разница всего лишь полтора килограмма то есть та фора до которая была задана индюку в начале помните у нас превышали веса там где-то на 2 килограмма где-то там больше получается сошла практически на нет но меньше стала полтора килограмма всего лишь выше табличного веса у нас сейчас вес по факту вот такое наблюдение интересное справедливости ради замечу что не все у нас выше таблицы некоторые были вот по таблице или даже чуть 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 меньше индюки вот этот индюк 5 месяцев и 7 дней в живом весе мы показали давайте еще покажем в потрошенном и на этом наше взвешивание закончится остальное будем с вами разбирать зимой спокойненько видео выгодности выращивания там так далее и тому подобное там посмотрим все 60 тушек все на этом спасибо за внимание оставайтесь с нами подписывайтесь на канал пишите комментарии всем пока но пасаран кормля нашу животину комбикормами кормлен быстрее сейчас курса заряд лент быстрее ты скажи поняла кормля блин ты скажи это с